Численность населения Ивановской области в 2019 году опустится ниже 1 миллиона человек. Ожидалось, что психологически важный рубеж мы преодолеем лишь в 2020. Впрочем, судя по данным статистов, произойдет это уже в ближайшие месяцы. Тенденция снижения рождаемости прослеживается уже три года подряд. На одного новорожденного Ивановца приходится почти двое умерших. Впрочем, специалисты в ЗАГСе утверждают, что это среднероссийские показатели. Кроме того, в прошлом году было заключено 6046 актов регистрации брака. Этот показатель на протяжении последних трех лет падает. И по сравнению с прошлым годом упал на 9,2% по сравнению с 2017 годом. Кроме того, также было зарегистрировано 4057 расторжений брака. Показатель тоже практически стабилен, но на протяжении последних трех лет расторжений брака становится меньше. Статисты подтверждают, институт семьи переживает не лучшие времена. Да и заводить несколько детей молодожены не торопятся. Кроме того, одна из серьезных демографических проблем – миграция. Многие молодые люди стремятся уехать из региона в более крупные города в поисках лучшей жизни. Студентам вузов кажется, что на родной земле их навыки не пригодятся. У нас негде работать практически. Устраиваться только если продавцами какими-нибудь. Ну и все. А вы куда хотите? Да не знаю, в Москве на работы много, например. Ну вообще много куда можно. Ну и за границу, конечно, но это в идеале. Так как я заканчиваю химическую специальность, по которой у нас нет в городе заводов, куда мне хочется уехать, поэтому я думаю переехать из Иванова. Куда переезжаете? В город Новомосковск. Вы уверены абсолютно в том, что уедете? Нет еще. Ну, в плане... Да. Пока что не знаю, пока учусь, после того, как отучусь, уже будет видно. Ну а от чего зависит ваше решение? От того, где я работать буду в дальнейшем. То есть, а в Иванове у нас вы не найдете себе работы, вы думаете? Ну, я учусь в химуниверситете и хочу все-таки по химической специальности идти работать. У нас в городе химическая специальность не востребована. Да. Конечно, есть и патриоты текстильного края, которых не прельщают столичные перспективы. Были ли у вас мысли когда-нибудь о переехать из Иванова жить в другой город? Нет. Не было? Я только сам недавно приехал в Иваново. Откуда есть не секрет? В Московскую область. Из Московской области в Иваново. А почему переехали? Учиться. А почему не в Москву? Так получилось. Сложились обстоятельства. Почему вам нравится Иваново и почему не хотите в какой-то более крупный город? Ну, меня все устраивает. Дом, семья, работа. А в другой город нет. Не было таких мыслей. Переезжать в какие-то более крупные города? Москва, Санкт-Петербург. Нет. Мне такие не нравятся города. Почему не нравятся? Ну, очень большой город. А в Иваново самый такой нормальный. А что? Везде так же. В России одно и то же. Любой город берите. Крым и Москвы. А в Москву тогда? Мы такими, как они, не хотим быть. Примечательно, что численность населения области в последний раз была меньше миллиона человек в начале прошлого века. В 50-х на территории региона проживало более 1 миллиона 300 тысяч человек. Сейчас же демографическая ситуация хуже, чем в послевоенное время. Максим Серебряков, Денис Денисов, РТВ, Иваново.